Привет! Это JBL Tour One. Полноразмерные беспроводные наушники с шумоподавлением, фирменным дизайном и звуком от JBL. Топовая модель из новой линейки Tour. Из других интересных особенностей, здесь мы имеем автономность до 50 часов, складную конструкцию и возможность проводного подключения. Реальные плюсы и минусы разберем далее, а начнем с комплекта. Коробка у JBL Tour One большая и красочная. Внутри сами наушники, твердый футляр, зарядный кабель USB-A на USB-C, аудиокабель 2,5 мм на 3,5 мм, адаптер для самолета и кипа документации. Штекер 2,5 мм все еще не очень популярен, поэтому комплектный кабель лучше беречь. Рейтинг с самыми лучшими беспроводными наушниками на сегодняшний день вы найдете по ссылочке в описании. Там очень много интересных моделей, рекомендую взглянуть. Коротко о кейсе, он качественный, наушники в него помещаются в сложенном виде. Внутри есть картинка, которую можно убрать. Покрытие тканевое, футляр твердый и не особо марки. Внутри есть отделение под все аксессуары, что является отличной идеей. Оба провода достаточно длинные и прочные. Они плоские и не склонны к запутыванию. По дизайну. JBL Tour One выглядит отлично. Минималистично, но стильно. Похоже на Sony WH-1000XM4. Но JBL мне нравится побольше. Выпускается только в черном цвете. Конструкция пластиковая, покрытие в основном матовое, с софт-тач элементами. Есть несколько глянцевых акцентов, которые отлично вписываются в дизайн. Пластик не маркий и не склонный к появлению царапин. Покрытие на оголовье и амбушюрах мягкий качественный кож сам. Амбушюры несъемные, конструкция складная. Чаши поворачиваются в одну сторону, амбушюрами вниз, если повесить на шею. Сложить наушники можно несколькими способами. Шарниры и прочие соединительные элементы выглядят надежно. Качество сборки отличное в целом. Оголовье укреплено металлической дужкой. Оно гибкое и прочное. Амбушюры износостойкие. Никаких скрипов, люфтов и необработанных швов я не заметил. По комфорту. JBL Tour One будут удобными для большинства потенциальных покупателей. Подкладка оголовья очень мягкая и не давит. Амбушюры достаточно широкие и глубокие. Набивка мягкая с эффектом памяти. Кож зам здесь качественный. Не натирает и не утомляет. Прижимная сила комфортная. Вес распределяется хорошо. Наушники не будут сдвигаться на ходу от резких поворотов головы. Размер оголовья регулируется в широких пределах. Наушники подойдут и для большой головы, и для больших ушей. При этом чаши не выглядят очень большими, хотя по бокам на голове и выступают. Я проводил в наушниках около 2,5 часов подряд, в домашних условиях без дискомфорта. Где-то через 2 часа замечаешь, что уши хорошо так разогреваются. Но не парилка. Кожа не потеет. В теплое время года уши будут греться быстрее. Что понятно. Реализация управления у Tour One удобная и понятная. Есть 3 кнопки, 1 переключатель и сенсорная панель. Кнопка на заднем торце левой чаши. Отвечает за переключение режимов, шумоподавление, прозрачность и все выключено. Переключатель на заднем торце правой чаши. Верхнее положение наушники выключены, среднее включены. Если потянуть вниз в течение пары секунд подержать, активируется режим сопряжения по Bluetooth. Кнопки регулировки громкости чаши. На ощупь не отличаются, поэтому лучше сначала пройтись пальцами по обеим, после чего нажимать. Работают и удержания, и короткие нажатия. И сенсорная панель. Занимает середину верхней стороны правой чаши. Одно касание, старт-пауза. Два. Следующий трек, три предыдущий. Удержание, режим Talk Through, о котором чуть позже. Сенсор хороший, но не идеальный. В схеме есть одинарное касание, и оно иногда срабатывает, когда надеваешь или поправляешь наушники. Иногда и удержание случайно прожимается. Есть и умная пауза. Снимаем наушники, воспроизведение останавливается. Надеваем, продолжается. Датчик расположен в правой чаше. При желании можно поднять только ее, и музыка встанет на паузу. Сопряжение JBL Tour 1 с источником происходит стандартно. Поддерживается одновременное соединение с двумя источниками. Multipoint реализован хорошо. Наушники поддерживают Bluetooth версии 5.0 и кодек SBC. Поддержка кодеков высокого разрешения отсутствует. Это странно для полноразмерных беспроводных наушников в этой ценовой категории. Хотя в моделях JBL почти никогда не бывает кодеков, кроме стандартного SBC. Стоит понимать, что главное это, конечно, реализация драйвера. Это ключевое влияние на звук. Связь качественная. Дома ходил по всем комнатам. Через две стены и дверь на расстоянии 10 метров. Не было никаких заиканий. На улице и в транспорте тоже проблем не было. В моих тестах выявились проблемы с подключением к некоторым телефонам. К моему основному смартфону наушники автоматически не подключились ни в какую. Видно, что попытка происходит, но соединение не останавливается. Получилось только вручную. Надеюсь, что это пофиксится прошивками. Поделитесь, кстати, в комментах, все ли у вас в порядке было с подключением. По приложениям. JBL Tour One поддерживается фирменным приложением JBL Headphones. В нем есть интересные возможности. Отображение заряда в процентах. Шумоподавление. Выбор режима из двух. Режим прозрачности. Ambient Aware и Talk Through. Эквалайзер. Есть несколько пресетов. Можно настраивать самому. Регулировка довольно тонкая. Варианты подключения. Аудиорежим для лучшего качества звука. Видеорежим для минимизации задержек. И нормальный режим для стабильного соединения. Связь качественная и в режиме аудио. Переключаться в нормальный не приходилось. В этом же режиме комфортно смотреть видео с телефона. Если подключать к телевизору, то лучше выставлять режим видео. Тогда задержек нет. В играх же на телефоне все же есть небольшие отставания. Но для прослушивания музыки режим видео не очень подходит. Качество звука, если и отличается, то на уровне нюансов. Зато появляется заикание. Даже на близком расстоянии. Как минимум при прослушивании lossless файлов. Стоит переключиться на режим аудио. И все заикания сразу пропадают. Есть частичная настройка управления. На кнопку на левой чаше можно установить вызов голосового помощника. А на долгое касание сенсорной панели переключение режимов шумоподавления и прозрачности. Мой будильник позволяет заснуть под музыку, спать в тишине с шумоподавлением и проснуться от плавного сигнала. Напишите, кстати, как вам эта функция. Я просто не представляю, как можно засыпать в полноразмерных наушниках. Есть режим включения и выключения умной паузы. Есть выбор языка голосовых подсказок. И последняя настройка голосового помощника и оповещений. JBL Tour One могут подключаться к источнику и аудиокабелям. Тут никаких особенностей. В наушниках вход 2,5 мм. Второй штекер на проводе стандартный 3,5 мм. Они могут работать по кабелю и в активном, включенном, и в пассивном, выключенном режиме. Во втором случае будут играть и в разряженном состоянии. А разница в звучании чуть далее. По USB только зарядка. Музыку слушать не получится. Автономность это сильная сторона JBL Tour One. До 25 часов с включенным шумоподавлением и до 50 часов с выключенным. Полная зарядка за 2 часа. Быстрая зарядка 10 минут за 3 часа. Можно настроить автоотключение. У меня за полторы недели тестирования так и не получилось разрядить наушники. Примерно за 10 часов работы с шумоподавлением они разрядились на 30%. То есть в теории могут проработать и больше 25 часов с шумодавом. При обычном использовании вряд ли придется заряжать наушники чаще, чем раз в 2 недели. Отдельно радует, что для полной заправки требуется около 2 часов. Ну и быстрая зарядка, конечно, есть. Уровень заряда отображается в стандартном месте на телефоне и в приложении. На зарядке наушники не могут воспроизводить музыку. По шумодаву. Он здесь хороший. Не на уровне топовых BOSS и Sony, а чуть попроще. Шумоподавление хорошо гасит низкочастотный монотонный гул. Часть среднечастотных шумов тоже. Остальные звуки как бы отдаляются. Гул кондиционеров, дороги и тому подобные звуки шумодав хорошенько проредит. В наземном транспорте становится комфортнее. В метро ездить можно. Но весь шум не отсекается, конечно. Ощущение давления работа АНК не создает. У наушников есть режим шумоподавления. Адаптивное и максимальное. В шумных условиях отличий нет. Теоретически в более тихой обстановке уровень должен меняться. Но за время тестирования в разных условиях никаких переключений я не заметил. Хотя какие-то отличия вроде есть, но на уровне самовнушения. Советую выставлять адаптивный и не заморачиваться. Режим прозрачности здесь называется Ambient Aware. Работает хорошо. Ориентироваться в окружении можно. Небольшой фоновый шум есть, но не раздражает. Есть еще режим Talksroom. В нем музыка приглушается почти до тишины, но продолжает играть. А в уши поступают огружающие звуки. В этом варианте можно кому-то ответить, не снимая наушников. Можно ли использовать шумоподавление без подключения к телефону? Да, можно. Влияет ли шумоподавление на звук? Почти не влияет. Нюансы на уровне воображения. По микрофону. Общаться по телефону через JBL Tour One можно без дискомфорта. В помещении никаких проблем, на улице чаще всего тоже. Микрофоны отлично выделяют голос из среднего шумного фона. Голос звучит, хоть и с искажениями, но разборчиво. А вот около загруженной дороги или среди других громких звуков шумоподавление микрофона давит все. И окружение, и ваш голос. Впрочем, в таких условиях и по телефону особо не поговоришь. Есть один нюанс. Во время звонка на JBL Tour One нельзя включить режим прозрачности. А это часто бывает удобно. И себя слышишь, и окружение. С записями через микрофон вы сможете ознакомиться в обзоре на сайте по ссылке в описании. Перейдем к главному, к качеству звучания. JBL Tour One предлагает сбалансированный, но ориентированный на бас звук. Это уже не тот бубнящий и перекачанный бас, который был в старых линейках компаний. Но и ровным почерк не назвать. Пройдемся по частотке. Низкие частоты акцентированы, но не раздуты. Бас мощный и динамичный. Скорее мягкий, чем ударный. Без синтетики акцент на верхних-низких. Поэтому иногда частично маскируется середина. Средние частоты достаточно ровные и проработанные. Но с басовым ореолом. Это бывает слышно на некоторых струнных инструментах и голосах. Высокие очень аккуратно причесаны. Но чаще всего не ощущается их недостаток. А он есть. Высокие частоты не резкие, не пилищие, но и не глухие. Сцена компактная, но не совсем маленькая. Источники звука разделяются. Образы рисуются размыто, но все же. Детальность нормальная для своего класса. По музыкальным жанрам. Лучше всего наушникам удается любая электроника, поп-музыка и средне-темповый металл. Что-то энергичное, но не слишком быстрое. Оркестровки и жанры с большим количеством живых инструментов звучат часто слишком басовито. По вариантам применения. Музыка и фильмы это лучшее применение для данных наушников. А в играх есть задержки. Но можно подключиться к ПК по проводу и играть так. Или к телефону. И кстати, в таком сценарии данные джибельки могут стать хорошими игровыми наушниками. Больше подробностей о звучании и подробное сравнение с лучшими беспроводными наушниками Sennheiser Momentum 3 Wireless вы найдете в текстовой версии обзора по ссылке в описании. Что по ценам. В России цены стартуют от 19 тысяч рублей, а в Украине от 10 тысяч гривен. По главным плюсам. Хороший звук. С акцентом на бас, но без перебора. Универсальная подача для любой популярной музыки. Комфортная посадка. 2-3 часа без дискомфорта. Не сваливается на ходу. Отличный дизайн. Одни из лучших портативных наушников по внешнему виду. Стильно и не вычурно. Качественная сборка и складная конструкция. До 50 часов автономности. Без шумодава. Заявлено до 25 часов шумоподавления. Но судя по всему, наушники могут проработать и больше. Надежная связь по Bluetooth плюс Multipoint. Рабочие шумоподавления и настройки в приложении. Хороший микрофон. По главным минусам. Ложные срабатывания сенсора. Часто случаются, когда надеваешь и снимаешь, ну или поправляешь наушники. Могут быть проблемы с подключением к некоторым телефонам. К одному из моих телефонов не подключились автоматически после сопряжения. Ну а к другому без проблем подключались. Нет APTX. Особенности звука. Баса все-таки многовато, и он бы мог быть покачественнее. Для музыки с живыми инструментами данные наушники это не лучший выбор. Плотные амбушюры, в которых может быть жарко. В теплое время года температура под амбушюрами будет подниматься быстро. Шумоподавление просто хорошее. Именно ради шумодава эта модель покупать не стоит. Шумодав неплох, но не дотягивает до лидеров сегмента. Особенности режима гарнитуры. В шумных условиях шумоподавление микрофона давит все, включая голос говорящего. И во время разговора нельзя включить режим прозрачности. По итогу JBL Tour One получили оценку 8.1 из 10, что является очень хорошим показателем. Стоят ли наушники своих денег? Да. Но можно и подешевле. Точнее, хотелось бы подешевле. Мы получаем модель по звуку и функционалу, близкую к лучшим беспроводным наушникам. Но на 100 баксов дешевле. Так что определенно рекомендую к рассмотрению. Такие дела. Не забудь подписаться.